Привет! Жить по принципу «Ешь, спи, ешь» не отказался бы никто. Для многих это и вовсе звучит как кредо. Только наслаждение и ничего больше! Прошло уже полгода с выхода сериала «Игра в кальмара», но его популярность до сих пор сохраняется. Охранники в розовой форме начинают растворяться среди обычных жителей. Ваня со своими одноклассниками поздравляли девчонок вместе с этим плакатом. На нем, по их мнению, видимо, самые значимые персонажи в жизни школьников. За участие коллег по цеху с Ютуба «Фактория» не может не поставить лайк. Вернем человечеству веру в чебуреки. На фоне всеобщего импортозамещения эта фраза звучит как никогда актуально. Камера, из которой на самом деле вылетала птичка. Теперь о нормальных фотографиях, сделанных на этот смартфон, речи идти не может. Саша продемонстрировал нам, как выглядит истинное невезение. А ведь победа и заветная свинюшка в руках были так близки. Присылайте свои фото с неудачами по ссылкам в описании под видео. Посмотрим, сколько нас способных налажать как следует. Вова хотел заняться уборкой, но в какой-то момент из его уст вырвалось... Ну, вот и пропылесосил. Теперь-то придется пылесосить руками. Кроссовер, который мы заслужили. Конфеты Бон Пари в виде классических стикеров из ВКонтакте в виде того самого рыжего кота. Настя продолжает наш парад неудач со своей сломанной ручкой от двери. Что делать в такой ситуации? Логичный вопрос, который моментально посетил ее голову. Ответ на него нашелся не сразу. Максим обедал в кафе, и его внимание привлекла эта конструкция, которая оказалась кофейней для птичек. Главное, чтобы кофейные зерна туда не сыпали. Алия помогает своей бабушке с огородом. Перед вами их совместная гордость. Такого на целую миску салата хватит, еще и останется. Эта фигура стояла в супермаркете во время масленицы. И Андрею показалось, что она вызывает далеко не самые праздничные эмоции. Таблички на забронированных столах в кафе – нормальное явление. Но наказанные столы – это уже что-то новенькое. Видимо, провинился перед очередным посетителем. Ошибка 404. Идет перезагрузка магазина. Главное, чтобы в этот момент не разорвалось соединение с интернетом. Иначе магазин будет потерян. Когда водитель попытался в стикер-бомбинг и наклеил абсолютно все, что ему удалось найти. Уловить единый смысл композиции можете даже не стараться. Его тут нет. Максим ходил по магазинам с игрушками и встретил этого персонажа, задаваясь вопросом, кто он такой. Очень странно не знать его, ведь в голове тут же должна звучать фраза «Я есть Грут». Разбавим выпуск частичкой уличного творчества, которое нам прислала Эрика. Кто-то до сих пор сомневается в том, что такие рисунки украшают серые кварталы. Потерялась голова женского манекена? Выход всегда найдется. Ее можно заменить какой-нибудь другой головой. Например, старика, который тоже неплохо смотрится в этом платье. К 8 марта Настя собирала тюльпаны, и один из цветков оказался слишком красивым даже на фоне всех остальных, за счет своего окраса. Арбузы и дыни в фонтане. Каждому свое, у кого-то там могут плавать рыбки, но здесь посчитали такой ход слишком банальным. Штрих-код на чае, который сфотографировала Татьяна, отсылает нас к тому, что с этим чаем вы можете как следует познать Зен и соединиться со Вселенной на всех ее уровнях. Игорь случайно встретил этого персонажа, пока ждал свой автобус. Если честно, то такому ведьмаку платить с чеканной монетой нет никакого желания. Очень удобно они расположили скамейку. С другой стороны, здесь можно спрятаться и хорошенько поспать. Ну, как минимум до того момента, пока охрана торгового центра тебя не найдет. Покупаешь тортик на праздник и скорее несешь его к столу, но после вскрытия понимаешь, что перфекционистов в этой кондитерской никто не любит. Левый поворот справа. Фраза, которую смогут понять разве что водители с большим опытом. Остальным же без схематичной подсказки будет трудновато. Далеко не все дамы любят стереотипы, и для каждого свое понятие женственности. Для кого-то оно выглядит примерно так. Красота – страшная сила. В этом случае в прямом смысле. Павлины в нашей голове всегда рисуются в ярких красках. Но Алине удалось своими глазами увидеть полностью белого павлина, который заставляет восхищаться даже сильнее обычных. Ася прислала нам удивительный плод. В комментариях к снимку предположили, что это физалис, который еще не до конца созрел. Вы о таком когда-нибудь вообще слышали? Это здание было заброшено настолько давно, что природа решила обратно отвоевывать свои территории. На крыше уже деревья проросли. Карен увидел, что его смартфон зарядился до 101%. Он обрадовался и хотел узнать, как такое возможно. Рано радуешься, 1% был взят в кредит, потом придется отдавать с комиссией. В одном из предыдущих выпусков с фотографиями подписчиков Фактории нам прислали снимок со швейцарской шоколадкой, которая продается в металлическом кейсе. Когда Виктор смотрел это видео, у него на столе лежала точно такая же шоколадка. Вообще изначально задумывалось, что все эмоции на пироженках будут одинаковыми, но кондитер всех переиграл. Увидели что-то похожее? Присылайте мне свои фото! Эта лавка находится в поселке, где живет Лидия. И по всей видимости, у них не принято отдыхать. Даже на минутку нельзя присесть. Кажется, Максиму совершенно нечем было заняться, ведь он потратил на строительство этой картонной башни около двух часов. Признавайтесь, что вам тоже захотелось на нее дунуть. Загадочное жилище посреди городского парка. Антон предположил, что внутри живут лилипуты, но эта информация еще не проверена до конца. Снеговичка со снеговятами? Семен не рассказал, сам он соорудил этот снежный арт-объект или просто проходил мимо. Но выглядит весьма креативно. С каждым днем толерантность к меньшинствам в нашем мире только растет. И теперь недостаточно только мужского или женского туалета. Приходится добавлять еще и гендерно-нейтральный туалет. Андрей не запомнил, кому именно принадлежит этот скелет. Поэтому нам вновь пришлось прислушиваться к экспертам из комментариев. Больше всего людей предположило, что это летучая лисица. Чувствуете дух старых времен при просмотре этого снимка? И я тоже его ощущаю, но только есть одно «но». Не хватает еще парочки ковров на стенах. Виктория только недавно заметила, что на боку ее кошки присутствует какая-то жуткая физиономия. А сама кошка явно не в восторге, что ее пристально разглядывают. Обратите внимание на то, как здесь расположены балконы. Тот самый момент, когда твой сосед запросто может стать лучшим другом, с которым ты ежедневно вынужден тесно контактировать. Все лучшее птичкам. И сдается мне, что в ближайшее время это единственное мак-кафе, которое мы сможем себе позволить. Во время готовки явно произошло что-то не то. И этот оладушек остался недоволен произошедшему. Перекосило его конкретно. На уже высохшем дереве начало расти деревце поменьше. Елена назвала свой пейзаж «жизнь после смерти». И сам снимок довольно о многом заставляет задуматься. Безопасность превыше всего. Особенно, когда речь идет о частной собственности. На этих воротах для полного идеала не хватает только таблички «вы не пройдете». Объединение частных перевозчиков «Буратино». Почувствуйте себя дровами. Подобрали лозунг «что надо». Некоторым водителям его точно нужно позаимствовать. Этот беймакс достался Глебу после премьеры мультфильма «Город героев». Все это время фигура лежала в гараже, и только спустя 8 лет ее принесли домой. Как она досталась Глебу, история умалчивает. У кого-то в тот день утро началось явно не с кофе, а с попытки вытащить машину из сугроба, чтобы не опоздать на работу. В такие моменты думаешь, а может лучше просто подождать весны? Случайно образовавшийся ледяной нарост на колесе грузовика. Наши подписчики тут же окрестили явление природным искусством. Вроде бы фотография, на которой с первого взгляда нет ничего необычного. Но когда начинаешь фантазировать на тему жизненного пути деревянного и каменного соседей, то можно написать целый сюжет. Сталагмиты, образовавшиеся с приходом весны рядом с производственным цехом. Еще это можно назвать фруктовым льдом со вкусом несладкой жизни. Наш подписчик подобрал в классе потерянную кем-то ручку со словами «Сегодня мне везет». И после этого убрал ее в карман. А уже спустя несколько минут понял, что эта ручка стала причиной потери денег. Как же еще продвигать свое кафе с азиатской кухней, если не при помощи аниме? Пример таргетированной рекламы в офлайне. А что, у каждого свое понятие стиля. По-моему, на фоне всей остальной черная одежда выглядит очень даже контрастно. Он точно в курсе, как привлечь к себе внимание. Еще один парень, который особо не напрягается по поводу популярных брендов. Пума или Паум? Какая вообще разница? Главное, чтобы тепло было. Фотографию с чудесной представительницей дикой природы прислала Наталья. Подолерий – это бабочка семейства Парусниковых. Минутка биологии на канале Фактория. Михаил сказал, что на фотографии запечатлен переход горной реки вслепую. Честно, немногие бы рискнули даже с открытыми глазами пройтись по этому бревну. Никита прислал сразу несколько фотографий с названиями фастфуд-точек. Алло, кебаб? Салам, бро! Без контекста звучит, как разговор двух сумасшедших. Кострома – это родина Снегурочки. И у нее дома среди прочих сказочных новогодних явлений можно встретить офицерскую елку. Товар из магазина, который на первый взгляд не вызывает никаких подозрений. Вот только производитель так и не смог определиться, это форма в виде зайчика или все-таки медвежонка. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо! Спасибо!